МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что, не будем? Другие поставить. Нет, дать не будем, потому что время идет. Ну, пожалуйста, давайте. С места нельзя? Да нет, ну, с места нехорошо. Давайте. Как вы считаете, нужно, пожалуйста. У меня в основном плюсы. Значит, коллекционный договор направлен на обеспечение работников на борт дополнительных прав и гарантий. Это, в свою очередь, проводится для наибольшей эффективности трудовой деятельности. Сюда я отнесла, конечно, это не все плюсы, но так, основные. Предоставление работы при наличии вакансий мест работникам в другом подразделении организации при отсутствии вакансий содействует трудоустройству в другие организации. Обеспечение работников с их согласия работы при наличии вакансий, получивших производственную травму или профессиональное заболевание. Работникам, которые по последствиям травмы, провозаболевания, установлены инвалидность в предоставлении с их согласия рабочих мест, созданных или выделенных за счет квота для трудоустройства инвалидов. Сохранение за работникам, отказавшихся от выполнения непредусмотренной трудовым договором работы, всех прав, которые предусмотрены законодательством, коллективным договором, соглашениями, в том числе и неприменение к нему дисциплинарных или иных мер воздействия. В летний период обеспечения дополнительного отдыха в прохладном помещении, обеспечение реализации правкомами и другими органами профсоюзов права представительства интересов работников при регулированной сцене трудовых отношений, включая введение коллективных переговоров и разрешение трудовых споров. Проведение культурно-массовой физкультурно-оздоровительной работы среди работников и их семей. Перечисляя до 25-го числа следующего за отчетный месяц денежные средства в измере 1% фунда оплаты труда на указанные профукламными счета, освобожденные профсоюзные работники обладают теми же трудовыми правами и гарантиями, льготами, как работники организации в соответствии с коллективным договором. Также в договоре описываются размер установленной заработной платы и трудовые условия вместе с обязательствами. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц, 12-27 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата осуществляется накануне этого дня. Выплачивая заработную плату через кассу, либо при наличии счета в банке переводится на зарплатные счета работников. Работники обязуются выполнять свои условия заключенных с ними трудовых договоров, в том числе выполнять свои трудовые обязанности, установленные нормы труда, повышать квалификацию, обеспечивать взаимозаменяемость на рабочих местах, соблюдать дисциплины труда, правила внутреннего трудового распорядка, соблюдать правила, инструкции, нормы по охране труда, промышленной безопасности и санитарии, содержать рабочее место в чистоте и порядке, бережно относиться к имуществу организации и грузам, перерабатываемой организацией, соблюдать меры противопожарной безопасности. В документации подобного плана, а именно нашего коллективного договора, прописывается график рабочего времени. Типовые графики выхода на работу составляются согласованно с правкомом. Текущие графики выхода на работу составляются с учетом мнения правкома и доводятся до сведений работников не позднее, чем за месяц до ведения их действия. С письменного согласия работника разделяется отпуск на период, и каждый из них вносится в график, обеспечивая продолжительность хотя бы одного периода не менее 40 календарных дней. При расчете продолжительности дополнительных отпусков за работу во вредных условиях труда, день, принимать в расчет время выполнения государственных и общественных обязанностей в период временной нетрудоспособности. Ну и дополнительные плюсы, которые мне, которые я зацепилась, но и не смогла их никуда отнести, а это именно отсутствие алкогольного опьянения подтверждается медицинской справкой. По заявлению работника ему обеспечивается возможность прохождения освидетельствования на наличие алкогольного опьянения в медпункте, расположенном на территории организации. Работникам, воспитывающим детей до 17-летнего возраста, без матери или отца, предоставлять один дополнительный выходной день в месяц оплаты по тарифу. Оказание материальной помощи, обеспечение доставки работников на объект работы, к местам отдыха, приема пищи, возвращение с объекта, при условии, что это расстояние более 500 метров в одну сторону. Обеспечение рабочих мест необходимы для выполнения работы об отрудовании и инструментам и не привлечения работников материальной ответственности за ущерб, который может быть отнесен в категории нормального хозяйственного риска. – Спасибо. Какие есть вопросы? – Нет? Какие есть вопросы? – Ну вот, я обратил внимание на то, что там есть такие функции, которые есть и в Трудовом кодексе. Они, соответственно, есть и в Трудовом договоре. Ну, стоит ли их упоминать как в коллективном договоре? Стоит ли их упоминать как содержащиеся в коллективном договоре? Потому что если бы они не содержались, все равно надо было бы это выполнять. Например, перечисление зарплаты – это общее положение. – Ну, тем не менее, они носят позитивный характер. – А? Какой? – Позитивный характер, мне кажется. – Нет, так это в любом случае, в любом случае есть в коллективном договоре, нет в коллективном договоре. Эти нормы соблюдаются. То есть есть такая тенденция как раз со стороны работодателей вставлять, предлагать в коллективный договор вот то, что и так есть в законе. Дескать, все равно есть в законе. От этого никуда не денешься. Записать это все, и вроде так прилично, красиво получается. Но и наоборот. Вот то, что вы процитировали, у кого есть малолетние дети, им предоставляется выходной день с оплатой по тарифу, нет такого в законе. А в зоте записано, что в коллективном договоре может содержаться то, что улучшает положение работников по сравнению с законом. И не может содержаться то, что ухудшает положение работников по сравнению с законом. Поэтому в этом смысле обратного хода тут нет. Поэтому желательно как раз акцентировать внимание на то, что по сравнению с тем, что дается каждому, дается тем, у кого появляется коллективный договор. То есть, можно сказать, что государство наше поощряет даже те коллективы, тех работников, которые поднялись на то, чтобы составить такой проект коллективного договора, провели переговоры с администрацией. Им надо вникать вообще в то, как это делается, как это организовывается. Правда? То есть, в общем, носит это такой воспитательный характер в известной мере. То есть, привлекает людей к управлению. То есть, можно ругать государство, но можно его похвалить в некоторых моментах. Правильно? То есть, хотите, чтобы у вас было лучше, составляйте коллективный договор. Не хотите составлять? Ну, будет у вас хуже. А насколько лучше будет, если вы включите в коллективный? Ну, насколько, как договоритесь. То есть, можно договориться о том, какой будет величины рабочий день? У нас есть по закону, какая у нас рабочая неделя? Не более 40 часов. А? Не более 40. Значит, какая может быть в коллективном договоре? 40. А еще? 35. Пожалуйста, Любовь. Хоть 10. Нет ограничений. Вот. Так что, это очень существенно. Теперь, отпуск, допустим. У нас какой стандартный отпуск? 28. 28. Так? Ну, а может 35 быть по коллективному договору? А что такое отпуск? Увеличение? Это же оплачиваемый отпуск? Это не то, чтобы вы взяли, так сказать, отгул и все. Но если такое? Без оплаты. А? Есть же и такое, которое не оплачивается. У меня даже прописано. Нет, нет, нет. Оплачиваемый отпуск. Можно любое установить в коллективном договоре. Любое. У докеров было 55 дней. Они это потеряли, потому что их уговорили. Работатель говорит, давайте вам зарплату повысим отпуска. Отпуска давайте делаем поменьше. Зато зарплата. Зарплата на следующий год ее съела инфляция. А отпуска попробуй вернуть такой. 55 рабочих. Они действительно отдыхали. Действительно здоровье поправляли. А там же прямо косяком идут на проб заболевания. Тяжелая работа. Тяжелая и вредная. Так, и какие-то общие оценки? Что вам в целом понравилось, не понравилось? Что? Как относитесь к этому документу? Ну, в целом понравилось. Понравилось то, что прописаны многие пункты, такие как часто вызывающие недоразумения в организации, например, установление алкогольного обвинения. Да. Еще понравилось вот этот пункт про материальную помощь. Также про отгулы, оплачиваемые по рождению детей, рождению внуков, свадьбы, похороны. Это вот, кстати, этого ничего нету. Год, да? Так что... Ну, похороны... На похороны ближайшим родственникам только. А внуков? Внуки не ближайшие родственники. Все, внуков уже не то. Хорошо, спасибо большое. Так. Пожалуйста, кто? Следующие. В общем, я на самом деле сравнивала коллективный договор с родовым кодексом, поэтому у меня нет такого повторяющегося... Да, хорошо. ...бесторка либо отклонений, либо наоборот, лучшей. Соответственно. Ну, я еще немножко проанализировала в этом субъекты. И, ну, временной промежуток, но я понимаю, что это не актуально, потому что все мы знаем, субъекты для меня промежуток. Анализировала я коллективный договор 2008-2011 года, который вот... Вот, соответственно. Что меня привлекло как конфликтолога? Мне привлекло несколько пунктов, что стороны стремятся избегать конфронтации, возникающие разногласия решать путем переговоров. Мне кажется, что это очень важный пункт для нас. Если у работника возник вопрос по применению положений коллективного договора, он обязан сначала обсудить это непосредственно с работодателем. Мне кажется, что это тоже довольно важно. То, что разногласия могут возникать, и непонятки могут возникать, а то, чтобы не сразу идти на забастовки и оказываться от работы и конфликтовать с коллективом, можно действительно просто уточнить. Может быть, просто не так понятно. Работодателю обязуются беспрепятственно принимать от работника письменное обращение, рассматривать его в течение месяца и давать обоснованный ответ. Мы об этом говорили с вами на занятии, и мне показалось, что это тоже довольно важно. Очень важно. Очень часто просто не берут никакие брони. Не возьмут, и все. Я отшел, что очень важно. И весь разговор. А тут это локально нормативно. Будь добр. Да. Далее. Обучение работников смежной профессии. Тоже довольно интересно, мне показалось. Если работник самостоятельно получает образование, компенсируется 50% стоимость этого образования, что тоже, мне кажется, должно стимулировать работников развиваться. Ежегодно направлять работников для обучения, ознакомления в практическом опыте на работу других портов. В других странах, между прочим, в том числе. Может быть, но... Я просто знаю, что они ездили в Данию, ездили в Швецию. Да, мне показался этот пункт довольно интересным, но мне кажется, что довольно сложно это реализовать на практике, потому что если одних работников отправить на производство, других, они, конечно, там будут обучаться, получать какой-то опыт, но производство будет стоять. Вот. Мне это показалось просто трудноприменяемым. Ну, они это организовали, но после этого приехали дохер и убедились, что зарплата там выше, а работа так же. Такую же работу выполняется. И, соответственно, выставили новые требования после такой поездки. Значит, следующий пункт – это при наличии вакансий предоставлять приоритетное право поступления на работу с учетом квалификации ближайшим родственникам работника, получившим увечья или погибших на производстве. Также плюс. А лиц, уволенных с прежнего места работы за совершение хищения, появление на работе, состояние алкогольного, наркотического опьянения, принимать на работу не ранее трех лет после совершения данных поступков. Мне показалось, что данный пункт, в принципе, ну, так скажем, развязывает руки руководства, он может таких людей никогда не брать на работу. Потому что не ранее трех лет – это значит, что и четыре, пять тоже как бы… Ну, тут вот характерно, что докеры против этого не возражали работники как раз. То есть они за то, чтобы… У них оплата по существу коллективная, по-бригадной, поэтому там не надо, чтобы были люди, которые будут думать только о себе, а не об общем результате. Далее, тоже очень важный пункт – не допускать без согласия правком увольнение работника, получившего ВЕЧ или профзаболевание, имеющий травмы в течение пяти лет. Здесь у меня возник вопрос, там не уточнено, какие травмы. То есть, получается, травмы могли быть не на производстве, а где угодно, и любого характера. Вот. И мне показалось, что это вот… Ну, получается, что каждый работник мог, не знаю, подвергнуть ногу, прийти в травмпункт, потом прийти к работодателю, в течение пяти лет его не могли уволить. То есть, травма могла не быть такой значительной. Да, тут надо указать. Травма на производстве имеется в виду. Да, ну, а там просто не указано, не уточнено, поэтому я интересно сказала вам об этом. Далее, матерей-одиночек. Здесь мне показалось несправедливо по отношению к отцам-одиночкам. То есть, такая категория тоже существует, и мне кажется, что я бы их добавила тоже. То есть, как бы родители, воспитывающие ребёнка одного. А матерей-одиночков для цели настоящего договора считать отцами-одиночками? Ну, нет, просто я понимаю, что есть такая категория, как матерей-одиночки. Но в современном обществе есть и другая категория, к сожалению, которая, мне кажется, ненамного защищённее. Вот, и поэтому об их правах тоже нужно как-то позаботиться. Работникам, которые остались до пенсии менее двух лет. И далее этот пункт связывается с следующим. Что в течение двух лет, при чашей сроку наступления права на государственную пенсию, предоставить право работнику на досрочный выход на пенсию. Без выплат из средств организации должно быть. Вот. То есть, получается, что если работнику осталось два года до пенсии, и он, допустим, плохо работает уже, его не могут уволить, потому что правков против, но его могут досрочно отпустить на пенсию, и организация должна будет выплачивать ему эту сумму из собственных средств. А какую сумму? Сумму-то будет пенсионную уже выплачивать. Пенсионную, да. А так она ему зарплату выплачивает. Зарплата 90 тысяч, а пенсия 10-15 тысяч. Да, да. Но так бы она могла его уволить спокойно, и вообще ничего не выплачивать. А получается, что вот за два года до пенсии человек становится почти беззащитным. Ой, наоборот, неуязвимым. Человек всё здоровье отдал производству, а производство его увидело, и за два года его уволило. И он, так сказать, до пенсии не дожил. Ну, в общем, мне показалось... А где он потерял здоровье? Он что, по лесам гулял? Он же вот в этом самом производстве, поэтому вполне оправданный пункт. Далее. Плюс, который, разумеется, это обеспечение работников комнатами отдыха с холодильниками, микроволновыми печами, отфильтрованной питьевой водой, титаном в леке печенья. Это большой плюс. Работников, заболевших на рабочем месте, перевозили в больницу, поликлинику или до места жительства на транспорте организации. А здесь была не указана степень заболевания. То есть, получается, что если я простыла просто, мне должны отвезти на работу по коллективному договору. Это не совсем, мне кажется, логично. Значит, я хочу вам некоторую информацию дать, которой вы не располагаете. Значит, метроавто вы знаете где, да? Да. Вот рядом с метроавто начинается такая дорога на Турухтанные острова. Там транспорт никакой не ходит. Поэтому, если там работодатель не вывезет его до больницы, человек больной, у него поднялась температура 38,5 или 39, он пойдет и не дойдет еще и до метро. Поэтому тут вот с учетом этих обстоятельств, собственно, возражений никогда в администрации тут не бывает. И на работу, поскольку там был трамвай, трамвая там нет, никакого транспорта там нет, поэтому сразу есть автобус, который еще по порту надо долго-долго ехать, уже когда они въехали на территорию этого акционерного общества, и там еще надо долго. Если вы выйдете пешком, выйдете 20 минут идти до правкома только. А до своего рабочего места и 30 минут вы будете идти. Поэтому для них этот вот вопрос о том, что делать в случае, если человек заболел. Ну вот сейчас он заболел, у вас голова, вы плохо себя чувствуете, не можете его работать. Что делать? Ну, договариваются, машина приезжает, есть развозка, предприятие большое, есть у них всегда дежурная машина, они довозят, соответственно, или до дома, или до такого постоянно идущего транспорта, и все. Значит, следующий пункт – освободить работников после 50 лет от ночных смен, если есть такая возможность. То есть, с одной стороны, это плюс, с другой стороны, работодатель может сказать, нет возможностей. И получается, этот пункт никогда не работает. Почему вы думаете, что никогда не работает? Нет, нет, я к тому, что в таком случае этот пункт не будет работать. Но если работодатель, конечно, добросовестный, то, конечно, изначально было бы. Ну вот если работники подписывают, они знают, с каким работодателем имеют дело. И я должен сказать, что работодатель там добросовестный в церкви. Ну, если добросовестный, значит… Добросовестный, то есть, если он подписывает, они ответственно это выполняют. И даже видно, что все работники вот прямо берут коллективный договор, он на них лежит везде, у главного экономиста, у юриста, и все этим руководствуются. И никто там, раз записано в культивном договоре, это должно быть сделано. Значит, следующий пункт – это зарплата за время отпуска выплачивать не позднее, чем за три дня до начала отпуска. Ну и далее там какие-то санкции за задержку зарплаты. А в чем преимущество по сравнению с законом? А по закону как? Честно говоря, я не нашла такого пункта. За день, за день, за день выплачивать. Возможно, да. А тут за три дня. Ну, человеку нужно билеты покупать. А если билеты дорогие. А отпускных у него нет. А так у него три дня есть. Он получил уже эти деньги и купил, готов к отъезду. А так он за день, потом у него в отпуск занимается приобретением билетов, никуда не едет. И это, конечно, существенно. Только у меня тут возник вопрос. Ну, это чисто мой интерес. Я читала коллективный договор. Там зарплата выплачивается два раза в месяц. Это в законе так написано. Да. Ну, и в коллективном договоре, соответственно, тоже. Так это просто... Потому что это сразу, единоразово за месяц выплачивается. Нет. Перед отпуском. Прошло и не выплачено, то вступает в действие пункт статья 142-я. Невыплата зарплаты. И я уже рассказывал, какие действия может предпринять работник. Он может приостановить вообще работу до выплаты зарплаты. Ну, должным образом оформить. А работодатель потом должен его уведомить, что завтра вам оплачивается зарплата, выходите на работу. Так что это важный пункт. Но это ничего тут нового по сравнению с трудовым кодексом тут нет. Это они оттуда переписали для того, чтобы, зная, что некоторые товарищи, работники, не будут читать трудовой кодекс. Пусть хоть прочитают в коллективном договоре. Да, это безусловно плюс. Я подумала, что там прописаны нормы трудового законодательства и еще и какие-то... Да, точно. Это роздано было каждому докеру. Каждому. Да, я читала. Хотя на основной массе предприятий обычно делается так. Есть у председателя правком экземпляр, и у генерального директора экземпляр. И все. Так, я, наверное, продолжу. Следующий пункт. Освободить работника на срок 2 дня по заявлению... По его, соответственно, заявлению в случае бракосочетания в связи с похоронами близких родственников и на один день в связи с призывом сыновооруженной силы России и в связи с рождением ребенка. Это плюс. Потому что полгода в законодательстве. Так. На заявление работника, имеющего ребенка 1-3 класс, так написано, предоставить... 1 сентября уходной день без сохранения зарплаты на этот день. Вот. Не возник вопрос, почему 1-3 класс? То есть, если ты имел в силу начальную школу, то, наверное, 1-4 класс? Вот. Почему такой странный класс? Ну, может, потому что их надо сопровождать. А, 4-й класс. Ну, это тоже начальная школа вроде. Ну, ладно. Теперь всех сопровождать. Надо вроде все писать теперь. Так, ладно. Как прописали, да. Да. Что это противоречит трудовому курсу? Пишите лучше. Ну, вот. А 255... Ну, просто есть отпуск по беременности, да, и родом. И он только женщинам дается. Но это статья, которая до этого. 255. А 256 говорит о том, что как бы и женщины, и мужчины могут брать. Так. Оплачивать стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря от 4 до 15 лет во время школьных каникул до 15% стоимости. Это плюс. Детям до 7 лет билеты на новогодние елки с подарками до 15% в тарифной ставке. Это тоже плюс. Обеспечить работников, членов семей работников путевками в Маяк с возможностью посещения стадиона. Это тоже безусловный плюс. Так. Подача автобусов для доставки работников путеводистанции метро. Мы об этом с вами уже говорили. Угу. По графику. Материальная помощь многодетным сеям матерям-одиночкам. Опять матерям-одиночкам. Вот. Но это тоже неплохо, потому что это один раз в год, и две тарифные ставки. Это очень много, мне показалось прямо. Вот. В случае смерти работников... Много вы считаете? А? Много? Две тарифные ставки? Ну... Это же не зарплата. Это же не зарплата, то... Нет. Тарифная ставка. Это как раз не сфер зарплата, а основная часть. Ну, я думаю, что в любом случае зарплата... Вот я вам сейчас приведу пример. Вот у меня здесь зарплата в университете 53 тысячи. А клад у меня, как вы думаете, какой? Два с восемь. Ну, вот так и... Примерно такой же с одной. У докеров там. У них зарплата большая, а тарифная ставка небольшая сравнительно. Поэтому они и так это много. Если бы сказали, вы по-среднему. По-среднему. Это да. Совсем другой был разговор. А тут только тарифная ставка. Ну, в любом случае, как бонус, это очень дорого. Хорошо. Ну, да. Так. В случае смерти работника лицу, понесшему расходы за его лечение, на его лечение или его погребение, произвести денежную выплату в размере фактических расходов. В случае смерти ближайшего родственникам от помощи 2-месячной ставки. Мне показалось, что это тоже довольно большой. Это очень большая сумма. Потому что, да, это такие большие суммы. Вот. Обеспечение стоматологического лечения в стоматологическом кабинете. Мне показалось, что это тоже очень нехорошо, очень неплохо. 1% зарплаты в правком. Это мне показалось довольно мало. Вот. С учетом того, что очень много различных. А было у них 2. Да. Поэтому мне показалось, что 1% это прямо. Ну, 1% так и в законе. Так. Приложение 7. Последнее, что это перечень работы профессий работников, которым в связи с вредными условиями труда выдаются молоко и другие равнооценные продукты. Мне показалось, что это тоже очень хорошо. Вот. Этого нет нигде. Не прописано. И поэтому я обратила на это внимание. В целом, мне показалось, что коллективный договор это очень полезный документ. Потому что, во-первых, он выдается всем работникам. Они могут спокойно его прочитать, спокойно задать вопросы работодателю и спросить, уточнить что-то. И он многие вещи, многие действия он регулирует. Вот. Потому что трудовой договор, ой, трудовой кодекс, он такой более юридическим языком написан сухими. Не совсем понятно, что нужно читать, что не нужно читать работнику. А вот тут прямо очень доступно и кратко все изложено. Все, что нужно, мне кажется, и все здесь есть. Вот. Поэтому в целом мне понравилось. Спасибо. Какие есть вопросы? У меня тоже нет вопросов. Я считаю, очень хороший вы анализ сделали. Победительный, серьезный. Пожалуйста. Можно поговорить? Конечно. Так. Я составила более общую цену коллективного договора. Я с ним не знакомилась. Просто я не хочу сейчас повторять пункты, потому что они были озвучены. И мне кажется, что это как раз озвучено было максимально то, что мне тоже понравилось. И я, наверное, скажу более общий, как вот более общий анализ всего этого, наверное, и заключу. Вот. Подытожим. Это прекрасно. Что сказали предыдущие мои коллеги. Итак, с чего бы хотелось начать? С того, с чего я начала свою работу, это вот с определения коллективного договора, которое дано в статье 40 главы 7 трудового кодекса. То, от чего я отталкивалась в своем анализе. Коллективный договор, согласно этой статье, это правовый акт, регулирующий социальные и трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. Соответственно, далее я обратилась к статье 41 главы 7 Трудового кодекса Российской Федерации, где прописан примерный перечень тех вопросов, которые могут включаться в коллективный договор. Соответственно, я пришла к выводу, что вопросы, пункты те положения, которые освещают коллективный договор не противоречат, а расширяют в позитивном смысле этого слова положение данной статьи. Анализ коллективного договора показывает, что он отражает все основные стороны социально-трудовых отношений, а именно организацию производства, обеспечение занятости, охрана труда и здоровья, регулирование рабочего времени и времени отдыха работников, оплата труда, социальные гарантии и льготы, гарантии профсоюзной деятельности работников. Все это, мне кажется, очень важным и таким исчерпывающим, на мой взгляд, все эти положения. Одобрения должны заслуживать положение коллективного договора, которое относится к сохранению рабочих мест и способствованию занятости, численности работников. Мне кажется, что это очень, вот то, что я все-таки выделю и повторюсь немножко, но мне кажется, что это очень важно прописать именно в коллективном договоре работниками и работодателям закрепить, что он заботится о своих работниках, что он обеспечивает их занятость. И больше всего то, что меня зацепило и так понравилось, что переводы с должности на должность в связи с производственными травмами и вообще, в принципе, с состоянием и с возможностями. Это, мне кажется, большая забота о работниках, которые, скорее всего, должны взять на вооружение крупные предприятия и вообще предприятия. Это интересная практика и заслуживает особого внимания. Также отдельного внимания, на мой взгляд, заслуживает положение, которое касается повышения реального содержания заработной платы работников и индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Это текст статьи 134 главы 21 Трудового кодекса Российской Федерации. Этот момент мы обсуждали на лекциях, мы договорили, но я как раз нашла эту статью и поняла смысл того, что вообще в этом заложено. Существенный момент договора касается как раз развития трудовых отношений и положения данной статьи, которые закреплены, соответственно, в трудовом договоре положениями заработной платы, они способны мотивировать работника к повышению производительности труда и также, в принципе, дать ему те социальные гарантии материальной защищенности, которые непосредственно требуются для производственного роста. Соответственно, как раз та ситуация, о которой вы нам рассказывали, то есть что работники, получая достойную заработную плату, достойную оценку своего труда, они способны привести предприятие к более высоким показателям и обеспечить более стабильную и более спокойную работу. Соответственно, в таких условиях, скорее всего, многие конфликтные противоречия будут решаться на более спокойном, более низком уровне, не выходить за пределы, потому что вот экономическая защищенность в этом случае играет только на руку как руководитель, так, соответственно, и работника. В тексте прослеживается следование приоритету жизни и здоровья работников, это тоже очень важно, на мой взгляд, и такой ключевой момент, что работодатель заботится не о экономической составляющей, о составляющей занятости, но кроме того, еще и здоровье и жизни работников, потому что мы прекрасно понимаем, что это предприятие и, в принципе, работа на предприятии затрагивает очень вредоносный фактор, и важно, чтобы, ну, очень здорово, что работодателю важно, чтобы его работодатель не было здорово, и он закрепляет целую главу о положении техники безопасности, жизни, здоровья. Выполнение этих решений способствует сохранению здоровья работников и, опять же, повышению производительности труда, что важно и производству, и руководителю. Коллективный договор следует тенденции улучшения системы здравоохранения и социального обеспечения. Как мы знаем, это сейчас, в недавнее время, приоритетный вопрос для политики Российской Федерации в принципе. При составлении коллективного трудового договора соблюдается принцип улучшения условий, согласно которым в коллективный договор нельзя включать те условия, которые ухудшают в положении работников по сравнению с действующим законодательством. Но в тексте коллективного договора, на мой взгляд, очень много формулировок прямо из законов. И вот эти практически прямые цитирования в положении законодательных актов носят информативную функцию. Я это прекрасно понимаю, что тяжело работника… Ну, в принципе, не то, что тяжело… Они в кавычках стоят? Кто? Вот эти, как говорится, практически цитирования. Ну, да. Ну, нет, нет. На самом деле, у меня без кавычек стоят, просто практически прямые цитирования. Нет, практически. Так цитаты… Кавычки стоят? Кавычки не стоят. А почему думаете? Как вы думаете, почему? Ну, вот здесь вот такой нюанс, потому что кавычек-то нет, но цитаты практически же прямые. Ну, чтобы работники ознакомились… А подумай. Вот завтра уберут это из закона, потому что докеры знают, завтра из закона это уберут. А у них это останется. А у них это останется. А если в кавычках они поставят… Тогда… Тогда всё, оно уже не действует. То есть, о них не записано же до положения. Они так об этом договорились. Буквально в таком же духе договорились, как в законе. А из закона убрали. А в коллективном договоре, может быть, лучше, чем в законе. И всё. Поэтому это сделано сознательно членами правкома. Потому что они, где видят угрозу выпадения из закона каких-то положений, они без кавычек… Именно без кавычек ставят. А в кавычках пропали бы. Поняла тогда. Хорошо. А ещё… Тогда вот мне непонятен другой момент. Есть такое положение. Пункт 1.4 настоящего коллективного договора. Содержится перечень ситуаций, в ходе которой коллективный договор сохраняет свои действия. И здесь есть отличие от статьи в законе. Указана реорганизация, изменение наименования, расторжение трудового договора с управляющим директором. Но не указана ликвидация предприятия. А на весь срок ликвидации предприятия тоже распространяется действие коллективного договора? А вы ничего там не сделаете? Как вы можете? Нет предприятий, а вы договорились с руководителями этого предприятия, и всё? Ну, просто здесь это не указано. Он фактически… Так это ясно, он прекращает своё действие всё равно. Ну, момент ещё, пока идёт эта ликвидация, он ещё… Ну, пока он идёт, он и действует. Ну, хорошо, тогда… А когда его нет уже этого предприятия, ну и всё. Он не действует. То есть это вот как раз такая дыра, то есть всё хорошо, когда и предприятие есть. Поэтому и работники должны понимать, если это предприятие вдруг начнёт тонуть, то никакие вам нормы коллективного договора уже не помогут. Угу. Понятно. Хорошо. И это тоже, чтобы во время переговоров рабочие же поняли, что вы там можете бастовать, там то что делать, но мы должны думать, как сохранить предприятие. Угу. При этом тоже. Не только об этом должны думать работодатели, да. Об этом должны думать и работники. Угу. При выборе формы забастовки, например, можно взять так вот, сделать бессрочную забастовку и всё, и никто не работает. Месяц не работает, второй месяц не работает, все договора полетели, все связи полетели и потом уже не поднять, уже не заработать. Угу. А докеры – на один час, на полтора часа, то есть они как бы и добиваются своего, и не рушат предприятие никакого образа. Так, пожалуйста. Ну, и, соответственно, то, чего уже Настя касалась в своем выступлении, это с точки зрения конфликтологии. Те положения, которые не могли нас не зацепить, это положение о приоритете договорного регулирования, о том, что переговоры о приоритете, и то, что договорного регулирования считается приоритетным, реализация положений, стороны будут стремиться избегать конфронтации, возникающие разногласия, решать, прежде всего, путем переговоров и соблюдения следующих процедур. Вот здесь, на мой взгляд, очень важно перечить процедур, это вот учет мнения правкома, согласование вот этих принятых решений, рассматривать право работодателя, сдавать необходимые акты после согласия правкома. В принципе, разрешение конфликта строится на том, что стороны принимают положение о том, что конфронтацию не разрешают посредством переговоров, посредством сотрудничества, посредством правкома. То есть, с точки зрения социального партнерства, все более чем понятно и не может быть, не принято. но, на мой взгляд, здесь еще можно, вот как совет от конфликтолога, добавить, вот насколько это правомерно, но все-таки современная практика показывает высокую эффективность процедуры медиации, и, возможно, процедуру медиации тоже можно было бы включить в положение данного коллективного договора, как вариант разрешения конфликта, потому что все-таки независимый посредник, независимый медиатор... А он есть в законе посредник, процедуру посредника есть, но нигде не показалось своей эффективности вообще, нигде и ни на одном предприятии, никогда. Ну, я знаю, что очень многие организации сейчас, вот по поводу докторов, конечно, я не владею информацией, но знаю, что предприятия заключают даже отдельные приложения к коллективным договорам, в которых прописывают конкретные медиативные службы, с которыми они сотрудничают, и работники при возникновении любых противоречий, связанных с производством, связанных, может быть, с личностью. Но в законе есть? Они могут туда обратиться? Приглашение посредника в процедуре есть? Разрешение окрасивное? Вот готовить к забастовке могут обойти? Посредника, да. Кто такой посредник в переводе на русский, на иностранный русский язык? Ну, это не только медиатор. А кто же он тогда? Он посередине стоит. Он не тот, не тот. Он же не представитель работника, не представитель работодателя. Он между ними. То есть он медиатор. Но он может также быть с фасилитатором. Он может быть еще тратейским судьей. Он может быть кем угодно. Нет, он в это время не может быть. Он может сто раз быть действующим судьей, но если его пригласили на пост посредника, он будет выполнять функции посредника, то есть медиатора. А какие функции считали в трудовом конкурсе? Какие у него функции? Вот если согласие дают две стороны на то, что он разрешит этот спор, то он тогда вот его разрешает и все обязаны выполнять. Но для этого что нужно? Для этого нужно, чтобы он убедил в сторону согласиться. Посредник? Посредник. Но я говорю о медиаторе. А медиатор как раз это та сторона, решение которой не обязательное для выполнения. Ну, если они не обязательны для выполнения, а идет конфликт. Ну, и как вы тогда думаете, медиатор может... Вот смотрите, когда люди выходят на забастовку, когда уже конфликт разгорелся. немножко о других конфликтах, другого уровня. Другого уровня. Я говорю о том, о таких конкретных коллективных конфликтах, когда уже идут потом уже коллективные переговоры, забастовки, коллективные переговоры и изменения в коллективные договоры. Я говорю о таких конфликтах, которые идут на более локальном уровне, на более низком уровне, между, например, работниками, которые в процессе своей трудовой деятельности... Ну, это может быть в коллективном договоре, конечно. Вот. А кто оплачивать будет? Медиаторов? А услуги медиатора можно привлекать непрофессионального медиатора? Ну, можно, но кто будет оплачивать? Ну, получается, что в коллективном договоре надо прописать. Да, это обязательно. А если непрофессиональное, то и прописывать не обязательно. Ну, вот опять же, здесь та же ситуация, мне кажется, как и с информационной функцией многих положений коллективного договора. Если это не прописать, то об этом многие просто не будут знать, потому что это не такая широкая информация. Совершенно верно. Поэтому лучше прописать, конечно. Я вот именно об этом. Совершенно верно. Поэтому он кажется, что такой толстый. Вот он такой толстый, потому что это, так сказать, библия, можно сказать, предприятие. То есть вот всё это нужно знать каждому работнику и каждому представителю работодателя. Каждому. И службам всем нужно это знать. Но иногда не знают докеры. Я могу привести пример. Лето, жарища, около 30 градусов. Идёт докер, он такой, весь красный. Одно там, 40 градусов у него в кабине этого погрузчика. Ну, невозможно работать. Я говорю, а вы перерывы делаете? Какие перерывы? Ну, у вас, говорю, написано, каждый час работы, 10 минут перерыв. Написано в трудовом кодексе. Из него бились, бились, договаривались, договаривались. А вы чего не делаете перерывы? Я не знал. То есть вот ему лень было прочитать. И он парится там. Так лучше он бы прочитал и посидел бы, ещё почитал бы какой-то коллективный договор. То есть это вот, к сожалению, бывает. Но вот эта компания пошла на то, и профсоюз пошёл на то, чтобы распечатать и дать каждому работнику. А это вообще редчайший случай. Обычно у кого этот коллективный договор бывает? У генерального директора и у председателя правкома. И всё. А тут есть у каждого. Это не значит, что они все читают, но это всё доступно. Никто не может сказать, мне не дали, я не знаю, а что там такое. Ну и это есть, соответственно, на рабочих местах, там везде и в правкомах. То есть можно сказать, если возникает какой-то спор, открывается коллективный договор, и там мало ли можно забыть, почитали, посмотрели. Да, и вот ещё я забыла сказать, как раз в пользу всё-таки процедуры медиации, что эта процедура является конфиденциальной. И мне кажется, это очень важно для многих споров. Не обращение в суд, не с помощью посредника, который выносит обязательное для исполнения решение, а конфиденциальность. И для более локальных, может, даже межличностных конфликтов, это порой очень важно, мне кажется, чтобы не выносить эту ситуацию за пределы, чтобы весь коллектив как-то не нагнетал атмосферу. По каким вопросам вы считаете? По таким вопросам, которые касаются трудовых отношений, какая тут, может быть, конфиденциальность? То есть это, может быть, для других вопросов, а для этих вопросов, это же вопросы всеобщие. То есть поставить на это рабочее место могут любого. И как тут может быть? Это если бы просто один рабочий другого рабочего оскорбил, это другое дело. А тут? Ну, это такие, да. Ну, это другого рода. Это межличностные отношения. Ну, эти межличностные отношения могут повлиять и привлечь весь коллектив, располовинить его и начать конфронтацию уже открытую, и потом начнут уже более... Ну, коллективный договор может решить эти проблемы? Может. То есть он может заложить, там, если иметь службу медиации для создания соответствующего морального климата в коллективе. Причем служба медиации в том числе и из вот такого конфиденциального плана решения вопросов. Люди мне поговорить с одним поговорить, с другим поговорить, с речем поговорить, и успокоились. Да. Так, ну и, наверное, в целом, мне кажется, что данный коллективный договор будет и является условием эффективного взаимодействия работников и работодателя. Коллективный договор представляет крайне показательным примером эффективного социального партнерства и тщательно взвешенного подхода к социально-трудовым отношениям на предприятии. И, исходя из того, что вот сегодня мы озвучили, и что я попыталась подытожить, мне кажется, что в ближайшие три года это предприятие не коснется никакие-таки масштабные конфликты, потому что все основы... Вы смотрели уже свежий, новый договор, да? Да, 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 я смотрела новый. Вот, и мне кажется, что все основы для того, чтобы была стабильность на этом предприятии, они заложены. И, судя по всему, успешно функционируют. А можно вам такой вопрос? А вот иногда некоторые товарищи в коллективный договор записывают, что в связи с заключением, подписанием коллективного договора, работники отказываются от своего права на забастовку. Как вы на это смотрите? Отрицательно. Отрицательно. А что надо записать? Вообще, мне кажется, не... А, можно прописать ограничения, например, по срокам, или записать процедуру вот этой самой забастовки, как вот она будет развиваться... Ну вот работники некоторые, толковые, они, чтобы простимулировать работодателя, пишут, что для заключения толкового договора, что сторона работников обязуется не применять забастовку, по тем вопросам, которые регулированы коллективным договором. А есть ещё вопросы не урегулированные. И как от права своего на забастовку можно отказаться? Это конституционное право. Это право не иметь принудительный труд, не работать на тех условиях, с которыми мы не согласны. Поэтому вот грамотная формулировка может быть такая, что подтверждает своё обязательство сторона работников не организовать забастовку по тем вопросам, которые регулируют. Если уж мы подписали, то три года, вот как вы и говорите, и работники должны быть спокойны, и работодатель должен быть спокоен, чтобы вот только он сейчас подписал, а ему говорят, нет, не вот это, а вот это. Так мы же только с тобой договорились. Так вы как-то, ну давайте на три года-то поживём, а потом через три года начнём снова. Вот, тем более, что через три года всё равно решается вопрос, продлевать, не продлевать. И как его решать? Вот мы можем отдельно вопрос обсудить. Спасибо большое, очень хорошо. Есть вопросы, может быть? Нет, да? А вот вопрос такой. Есть ли коллективный договор, очень хороший? И вот вы его оценили, и, так сказать, вы бы советовали его продлить, да? А работодатель ждёт, не дождётся, когда эти три года пройдут, и он собирается его не продлевать. Какие действия работников? Что нужно сделать работникам, чтобы работодатель продлил на три года? Пошёл бы на определение после того, как попереговаривались. На переговоры-то всё равно будут по поводу того, продлевать или не продлевать. Потому что закон говорит, что он три года действует, можно продлить ещё на три года. После шести лет уже ничего, никак вы не можете продлить. Вы можете только заново принимать коллективный договор. А через три года можно и продлить. И вот каковы действия работников? Что предпринять правковым, работникам, чтобы был договор продлён? Какие есть предложения? Мысли есть? Вот вы сидите, представители работников. Не хотите быть представителями работников, но медиаторы, которые посоветуют, хотят что-то толковое. Что бы вы посоветовали работникам в этой ситуации? А это, между прочим, означает, что ещё три года спокойной жизни. Так что это тоже укладывается в русло таких обязанностей, которые должен на себя брать медиатор. Он должен думать, как вместо этих бесконечных конфликтов обеспечить спокойную работу и переговоры к улучшению положения. Может быть, обратиться к отраслевому соглашению? Но вы обратитесь к отраслевому, оно обычно хуже. Хотя есть отраслевые соглашения лучше. Я знаю случаи, в отраслевых соглашениях записано повышение уровня реального содержания зарплаты, написано, что плюс 12% к инфляции. В отраслевых есть? А тогда обязаны соблюдать. А другие отраслевые соглашения имеют более низкий порог, чем вот здесь, в этом коллективном договоре. И тогда это не годится. Так вот что делать? Как сделать так, чтобы сохранился коллективный договор ещё на три года? Вот задача конфликтологическая, правильно? Ну, я могу сказать вам, что говорит опыт, что делают на опыте. Вот товарищи, представители работников, готовятся к этому периоду таким образом, что наступает время окончания действия этого коллективного договора. Они предлагают, выходят на переговоры с работодателем и выносят на переговоры проект коллективного договора нового, который во всех отношениях лучше и на порядок. Лучше, чем тот, который сейчас действует. И начинают, так сказать, вести процедуру работы вот над этим новым проектом. И в итоге работодатель счастьем для себя считает сохранить тот коллективный договор, продлить тот, который есть. Или договариваются продлить достаточно быстро. Но для этого надо проделать такую содержательную работу, сделать новый проект с повышенными параметрами во всем. Ну, потому что если в ходе потом переговоров они же будут понижаться, эти параметры, правильно? Дескать, ну давайте будем обсуждать, но хуже это не будет. А работодатель думает, что сейчас он кончится, этот коллективный договор, и он тогда сможет все эти параметры опустить. Ну а если предложил профсоюз повышенные параметры по всем вопросам, то на это не придется рассчитывать. Тем более он знает, как. То есть коллектив бился за то, чтобы этот коллективный договор сохранить, заключить. Так, ну вот теперь давайте мы остановимся еще раз на том, где мы в разрешении конфликта находимся. Вот мы ведь конфликтологи, а в Рудовом кодексе все написано – переговоры, примирительная комиссия, примирительные процедуры. Скажите, пожалуйста, если у нас переговоры были, то можем мы теперь считать, что дальше идут снова примирительные процедуры. Во-первых, если что, примиряться, вражды это ведь нет, были же просто переговоры. Но по итогу переговоров составлен протокол разногласий. А этот протокол разногласий – это результат трехмесячной попытки договориться. Из чего это, и что из этого следует? Из этого следует, что вопросы, которые остались, их не решить в ходе бесед и переговоров. То есть на самом деле стороны переходят к другому, они переходят в конфликтную стадию. Это не объявляется в Трудовом кодексе, там вообще слова «конфликт» нет. На самом деле, это уже не переговоры, а начинаются те процедуры, которые должны привести к забастовке, которые надо соблюсти, чтобы забастовка была законной. То есть если вы не соблюдаете эти процедуры, то забастовка объявляется незаконной. Если соблюдаете, пожалуйста, проводите. Поэтому на самом деле мы вступаем в этап забастовочный, конфликтный. Ну и тогда надо все вот эти звенья, процедуры рассматривать как, соответственно, что вот собирается собрание коллектива, которое подводит итогу всем переговоров. С формальной стороны собрание коллектива должно выдвинуть требования. Проблемы с выдвижением требований нет. Те требования, которые включены в протокол разногласий, столбик, это позиция работников. Вот они на этом, раз они на этом настаивают, вот они и требования. Правильно? Если это 16 пунктов коллективного договора, они всем, или 20 пунктов коллективного. Вот эти 20 пунктов и могут быть выставлены как требования. Только они изымаются из протокола разногласий, под ними не требуется никакой другой подписи, требуется решение коллектива на собрании или на конференции, или на конференции профсоюза, если профсоюз включает в себя более половины работающих. И тогда имеется уже не констатация фактов, не констатация результатов переговоров, а требования. Чем отличаются требования от аргументов? Если от вас что-нибудь требуют, то вообще это не аргумент. Как это аргумент? Ну, сами понимаете, требования. Поэтому, как-то так видно, люди, которые писали трудовой конкурс, они немножко вопросы конфликтов камуфлировали. Но это ясное дело, что если это требования, значит, переговоры закончились. Переговоры как переговоры. Это не значит, что не надо разговаривать. Если идёт конфликт между сторонами, то во время любого конфликта, что нам посоветуют конфликтологи, надо встречаться и разговаривать или нет? Обязательно встречаться, обязательно разговаривать. И вот это вот на этом этапе, который мы сейчас рассматриваем, это промерительные процедуры. А потом, а во время забастовки надо встречаться или нет? И разговаривать. Надо. Но это же не вечная забастовка, не навсегда. И это не враги. Это, так сказать, это ситуация, в которой, кроме того, что есть требования и есть некоторые средства, допущенные законом, предоставленные законом распоряжения работникам, но это вовсе не значит, что не надо переговариваться. Поэтому там никакой процедуры уже нет. Но обычно во время забастовки собирается согласительная комиссия из представителей работников и работодателей, которые всё равно встречаются и обсуждают. Ну как, надо ещё продолжать забастовку? Или, может быть, уже и договоримся? Может быть, мы найдём ещё какой-то компромисс? То есть, в течение всей забастовки эта деятельность по поиску компромиссов и соглашений, она продолжается. Но если мы рассматриваем тогда вот эти примирительные процедуры как процедуры во время уже конфликта, когда идёт переход, становление конфликта, когда идёт переход от силы аргументов, применение аргументов силы, то мы можем объяснить, почему такая короткая примирительная комиссия. Тут три месяца сидели с оплатой по среднему, а в примирительной комиссии неделю, пять дней, пять дней, за пять дней. То, что они смогли решить за месяц, да, за три месяца, то мы решим за пять дней. На самом деле и законодатель совершенно понимает, что ничего тут не решат, но некоторую попытку такую формальную, есть требования уже, а не просто протокол разногласий. Это уже вопрос о том, согласна ли другая сторона эти требования принять, или она, эта другая сторона, будет отказываться. Значит, отказ может выглядеть так. Требования выдвинуты, они передаются письменно работодателю. Что должен, обязан сделать работодатель? Он может ничего не делать, это считается отказом. Он может ничего не делать, это считается по закону отказом. Он отказал. Может отказать. И он может он может отказать частично. В любом случае он, в любом случае он, если он не принимает эти требования, то он, тем не менее, должен освободить от работы представителей забастовочного комитета, которые участвуют в примирительных процедурах. На том собрании, где выдвигаются требования, на этом же самом собрании, выдвигаются представители для переговоров. И вот эти примирительные переговоры или переговоры в примирительной комиссии могут тянуться и не пять дней. Если работодатель готов оплачивать работников, которые, по-среднему, которые будут в позицию мотивировать коллектива, то он может проводить эти переговоры хоть три месяца тоже. Но и больше, чем три месяца он не должен оплачивать. То есть работники, выделенные для ведения переговоров, для осуществления примирительных процедур, должны оплачиваться тоже по-среднему на срок до трёх месяцев. И вот начались переговоры, началась работа примирительной комиссии. На третий день после работы примирительной комиссии, согласно Трудовому кодексу, и чтобы было понятно, что это конфликт, сторона работников может провести часовую предупредительную забастовку. То есть она уже получила право на забастовку. Должен сказать, что почти никогда этим правом работники не пользуются. Во-первых, получается так, ещё и примирительная комиссия не закончилась, а уже бастует. Но, с другой стороны, логично, что раз есть понимание того, что не договорились, то можно и не ждать окончания этих примирительных процедур. Спрашивается, готов ли, может быть, коллектив работников проведения забастовки буквально через два дня после начала примирительной комиссии. Очень велика вера в работодателя, в доброго работодателя, который потерять очень трудно. И торопиться, так сказать, её терять тоже не надо. Поэтому, если вы попробуете провести забастовку на третий день, скорее всего, забастовка провалится. И там вместе с этим провалится и вся ваша деятельность по разрешению коллективно-трудового спора. Вот почему вряд ли можно посоветовать, пытаться делать вот эту часовую предупредительную забастовку, когда в коллективе ещё есть иллюзии такого рода, что, наверное, уж если не договорились на переговорах, то на примирительной комиссии с нашими представителями, вот мы их специально направили, мы, наверное, уж тогда-то мы договоримся. Это первое. Вот по существу эти пять дней и остались как кусочек такой примирительный из всей процедуры по разрешению коллективных судовых споров. Потому что следующий этап, который начинается после подписания нового протокола разногласия, это будет уже протокол разногласий примирительной комиссии. Его подпишут представители сторон, а это те представители работников, которые были избраны и направлены в примирительную комиссию на конференции, и представители работодателя, которые приказом директора уполномочены эти переговоры осуществлять. Бывает так, что по окончании примирительной комиссии вместо 16 пунктов прежнего протокола разногласий будет 15. Бывает. Но чаще, как были эти 16, так они и остаются, потому что от того, чтобы к 3 месяцам прибавить еще одну неделю, не очень-то меняется все. что дальше? А дальше были такие этапы, действующие в свое время, и я хочу сказать, что эффективно действовали эти этапы, был трудовой арбитраж, который можно было даже если одна из сторон не участвует в его работе, это ее дело. То есть, трудовой арбитраж это временный орган, который создается. Государством уже. В трудовом арбитраже участвуют не представители сторон, а какие-то люди, которые стороны порекомендовали. Вот по рекомендации одной стороны есть какой-то гражданин, который не принадлежит к работникам. Теперь какой-то гражданин, который не принадлежит к этому предприятию. И гражданин, который направлен службой по разрешению споров про разрешение коллективных трудовых споров. То есть такой суд трех. Но этот суд имеет только одну функцию. Если стороны договорились заранее, что они будут выполнять решение трудового арбитража, он проводится. А если стороны не договорились по этому вопросу, что они не взяли на себя обязательство выполнять, а никаких законных требований нет к этому, то он и не проводится. Сейчас вообще рассмотрение вопроса в трудовом арбитраже упреждается процедурой приглашения посредника. Стороны могут пригласить посредника для разрешения коллективного трудового спора. Кто это такой? Это должен быть человек такой, который по замыслу законодателя сможет их примирить. Поэтому он должен быть объективным, взвешенным, очень вежливым, спокойным, который рассмотрит все аргументы и, выслушав обе стороны, примет решение, какое обязывающее эти две стороны. При каком условии? При условии, что эти две стороны согласны заранее с кандидатурой посредника, согласовали кандидатуру посредника и согласны выполнить то, что этот посредник решит. Я таких случаев не слышал и не знаю, чтобы нашелся такой посредник, чтобы был такой серьезный коллективный трудовой спор и сама процедура формирования или нахождения посредника такова. Одна сторона предлагает, допустим, три кандидатуры посредника на рассмотрение другой стороны и другая сторона предлагает три кандидатуры рассмотрение другой стороны. Я Иванова, Петрова и Сидорова, а вы Чижикова, Зябликова и Ворнова. Мне не нравятся ваши кандидатуры, я их знать не знаю, но раз вы их предлагаете, а у меня с вами уже конфликт, то, как вы понимаете, из чувства осторожности я на всякий случай брать на себя обязательства, что я буду выполнять, что ваши Чижиковы, Зябликовы и Вороновы решат, не буду. А вы, зная, что у вас со мной конфликт, и зная, что я предложил Иванову, Петрову и Сидорова, особенно не питайте доверия к Иванову, Петрову и Сидорову, именно потому, что я их предложил. Хоть они сами по себе, по внешней такой вот форме они, да, ученые или практики, или скажем, люди, которые имеют опыт разрешения конфликта, но раз они предложены другой стороной, стороны находятся в конфликте. Поэтому я хочу вам сказать, при том, что это расписано в кодексе, и что это обязательный процесс, обязательный процесс обсуждения вопроса о посреднике, он заканчивается обычно тем, что пишутся протоколы. Одна сторона, что она получила информацию о предложениях другой стороны, таких-то посредников, что она с ними не согласна. Другая сторона пишет соответствующий протокол, что да, она получила предложение противной стороны, и тоже с этими предложениями не согласна. в связи с тем, что они не согласовали кандидатуру посредника, а если бы и согласовали, то они не берут на себя обязательств стороны выполнять решение этого посредника, то поскольку они не берут обязательств, то решение посредника не обязательно, а раз они не обязательны, то и не стоит его и проводить. Поэтому на практике никогда процедура приглашения посредника не проводится, а попытки такие делаются. Попытки делаются и бумаги оформляются. Если вы не оформите вот соответствующую процедуру, не запишите все, что вы делали для того, чтобы как бы решить эту проблему, вы обращались к другой стороне, вы предлагали, а она не соглашалась. Другая сторона к вам обращалась, а вы не соглашались. Вот если у вас не будет этих документов, ваша забастовка может быть объявлена судом незаконной. Поэтому, если люди вот не умеют писать бумаги, то они им лучше не восставать. Следующий этап – это этап трудового арбитража. Теперь он третьим стоит. Ну, вот с этим трудовым арбитражем такая же самая история. Трудовой арбитраж проводится обязательно, если стороны об этом договорились. Стороны вообще ни о чем не могут договориться. Они уже вошли в глубокий конфликт, и они сейчас договорятся о том, что они обязательно будут решать, выполнять решение трудового арбитража, не зная, кто такие там, из кого он состоит, или только предполагая. Причем, трудовой арбитраж как формируется? Представитель, не представитель, а какой-то человек, предложенный одной стороной, другой человек, это предложенный другой стороной, и представитель государства. Скажем, те же самые работники прекрасно понимают, что государство, у нас сейчас государство работодателей. Значит, работодатель предложит своего, государство работодателей предложит своего, и И в итоге, так сказать, окажется 2-1. И в этой ситуации на себя профсоюз или вот эти люди, которые участвуют в примирительных процедурах, они тут все решают и подписывают, они не соглашаются брать на себя обязательство выполнять решение трудового арбитратора. Тогда трудовой арбитраж не проводится. Итого, на сегодняшний день вот эта недельная процедура примирительной комиссии и после этого писания бумаг, одна еще неделя писания бумаг про посредника, вторая неделя писания бумаг про арбитраж трудовой, и после этого открывается законом, законом открывается дорога к забастовке. И тогда надо оформлять уже законным образом забастовку. Что для этого нужно сделать? Опять, для того, чтобы решить вопросы забастовки, опять надо собирать или собрание трудового коллектива и получать больше половины за забастовку, собирать конференцию, если не собирать собрание трудового коллектива, и получать, там должно быть две трети делегатов, для того, чтобы она была правомощной, и больше половины должно быть голосов за забастовку. И там нужно, на этом собрании, утвердить забастовочные уже требования. У вас были требования примирительной комиссии, а теперь нужно им придать другой статус. Это требования, которые представляют собой своего рода ультиматум работодателю. Уже никто ни о чём переговариваться не будет, хотя встречаться будут и разговаривать будут, а утверждаются забастовочные требования. Должно быть указано, в какой форме будет проходить забастовка и когда начнётся. Скажем, забастовка может быть однодневная, двухдневная, трёхдневная, пятидневная или бессрочная. Как правило, работники знают, что надо лучше всего установить бессрочную забастовку, потому что прекратить забастовку вы всегда можете, а продлить не можете. То есть, если вы написали, что забастовка на пять дней, и вам не хватило ещё одного дня, чтобы решить проблему, то вы уже обратно не вернётесь. Поэтому бессрочная забастовка, начинающаяся с такого-то числа. А срок, может быть, начиная с вот этого момента принятия решения и избрания забастовочного комитета, и забастовочный комитет должен быть избран на этом собрании или конференции. Вот, начиная с этого момента, всеми делами руководит забастовочный комитет со стороны работников. И вот 10 дней – это минимум до начала забастовки. За это время, для того, чтобы забастовка была законной, надо, во-первых, решить вопрос о минимуме работ во время забастовки. Это нужно согласовать. Вот, смотрите, ситуация конфликтная, вот где метеатр-то нужен. Ситуация конфликтная, сейчас будет забастовка, забастовка уже объявлена, а нужно согласовать минимум работ во время забастовки. Каких? Ну, скажем, продукты идут в род дома. Надо, наверное, их пропускать. Надо, видимо, это дело обеспечивать их, изготавливать или транспортировать. В больнице, скажем, грузы радиоактивные, вы их оставите, или вы их отправите туда, их побыстрее, чтобы они тут нигде не стояли, в соответствующее место и прочее. То есть нужно этот вопрос решать. Значит, одно время это было неурегулировано. То есть вот работники говорят, что вот минимум, а работодатель говорит, нет, вот минимум. И они по этому поводу продолжают бесконечно спорить. Если работодатель не согласен, тогда забастовочный комитет может подать, или правком может подать в суд, чтобы он этот вопрос решил. А перед этим он может обратиться в орган власти, то есть, скажем, в районную администрацию. И районная администрация этот вопрос должна решить. Если она не решит вопрос о минимуме работы, тогда он может пожаловаться на эту районную администрацию в суд, в забастовочный комитет. И вот когда этот судом будет вопрос решен, тогда, соответственно, станет вопрос и о проведении забастовки. А если этот вопрос быстро не решается, то, скажем, устанавливать срок проведения забастовки через 10 дней совсем не надо. Потому что иначе вы ничего не успеете. И не успеете решить вопрос о минимуме работы. Вот почему, скажем, может быть, забастовку, можно сказать, что объявить ее через месяц. Или вопрос о дате забастовки решить на следующей конференции и наметить дату конференции. То есть, как уже есть угроза забастовки появилась, она уже фактором, который влияет на работодателя, является, но она не предрешает еще ничего. Наконец, суд решил вопрос и определил. Надо сказать, что в последние годы отраслевые органы или комитеты, или министерства, они решили эту проблему. И такие типовые наборы работ, которые должны проводиться, минимум работ во время забастовки, они такие приказы издали. И поэтому этот вопрос сейчас легче решается. Далее. Обязательно нужно уведомить, забастком должен уведомить местный орган муниципальный о том, что на его территории будет проходить забастовка. Разрешение брать не надо, но если вы не уведомили этот орган, то вы нарушили процедуру проведения забастовки. Если вы нарушили, то, значит, ваша забастовка может быть объявлена незаконной. А что, значит, уведомить? Значит, надо пойти в этот соответствующий муниципалитет. Вот, скажем, мы ходили в морские ворота Санкт-Петербурга, там есть такой муниципалитет. И там товарищи скрывались от того, чтобы получить такое уведомление. Ну вот, надо как-то их найти, вручить им эту бумагу, и на втором экземпляре получить подпись, что они об этом знают. Спрашивать они против забастовки, за забастовку – это не их дело, нечего их об этом и спрашивать. Вот, их дело, так сказать, знать, что здесь будет это проходить. Всё. И вот с этого момента можно считать, что вроде бы как с юридической стороны забастовка уже обеспечена. Но что такое забастовка? Забастовка – это, как мы уже говорили в прошлый раз, это временное или частичное прекращение работы с целью достижения выставленных требований. Значит, это очень важно. Вовсе совсем не обязательно, мы о том тоже говорили, сделать полное прекращение работы. Во-первых, полное прекращение работы для многих очень сложно сделать. А вам надо обеспечить, чтобы в забастовке участвовало не треть, и не 25%. Потому что это будет похоже не на забастовку, а на нарушение дисциплины. То есть надо, чтобы в этом участвовало больше половины, и это вот очень сложная задача. Поэтому проще, скажем, решить такую проблему, как люди будут на час позже приходить на работу, и всё. Или час раньше уходить. Причём для этого не надо отпрашиваться ни у кого, это такие забастовочные... Это форма проведения забастовки. Может проведение забастовки быть в такой форме, что по бригадам или там по подразделениям. Эта неделя вот эта не работает, вторую неделю вот эта. Но это надо расписано, что такая она будет. Какая это творчество забастовочного комитета. Вот какое они натворят, вот такое могут и проводить. И можно делать так, что в основном люди получать будут зарплату, потому что в основном все работают, а некоторые не работают. А из-за того, что некоторые не работают, всё не работает. Потому что если у вас, скажем, производство, которое требует гальванику, то есть требует опускать детали в соответствующий раствор, а гальваньки не работают, то их детали никуда дальше не поступят. Ну и, соответственно, если заготовочные цеха не дали какие-то материалы, то сборочные цеха или цеха обрабатывающие не могут тоже работать. Поэтому вовсе не обязательно делать остановку всех. А можно, так сказать, в шахматном порядке или, так сказать, выборочно определить, что во время забастовки не будут работать такие-такие-такие-такие-такие-то подразделения. И всё. Для чего это делается? Ну, раз у вас бессрочная забастовка, вот вы неделю не будете получать зарплату, раз забастовка. Хотя некоторые артисты на Западе умудряются так проводить забастовку, что потом обязывают свою администрацию, по итогам подписывают договор о прекращении забастовки, где администрация берёт на себя обязательность, что оплачивают в дни забастовки. Следующий. Этой, которая была, и следующей, которая будет ещё. Ограничений тут нет. Как с коллективным договором нет ограничений, так и есть. Как договоритесь, администрация, никто, государство не против, если вам будут забастовку оплачивать. Но вот можно так организовать забастовку, что потери для работников будут, в смысле заработной платы, минимальны. Например, что означает на час позже начать работу для докеров? У них оплата труда такая, заработок и преработок. А преработок зависит от того, сколько быстро они выполнят работу. Они, значит, на час позже приходят, а производственные задания всё равно выполняют за более короткое время. А раз за более короткое время, они могут получить ещё и больше, чем они получали обычно. Во время забастовки. И вот летом идёт эта забастовка. Люди начали раньше приходить домой. Больше видят семью. Больше находятся на свежем воздухе. Ходят вместе в театр, кино. И потом уже забастовочникам, ведь это трудно их обратно, так сказать, вернуть к прежней работе. Потому что на самом деле они сделали уже во время забастовки то, чего многие добиваются. Сократили рабочее время. Вот у них 12 часов работы, а так вот 10 или 8. 8 часов может 12-часовую смену превратили в 8-часовую. И люди через 8 часов, вот они начинают в 8 утра. В 16 часов они заканчивают, в 17 часов они дома. А так они заканчивают. Если в 8 начинают в 12 часов, это в 8 вечера. Вот они только в 9 вечера прибывают домой, поужинали, надо сходить по сну. Более того, согласно тем нормам, которые записаны в трудовом конкурсе, забастовочный комитет может поменять форму забастовки. Вот сначала надо заявиться на конференции, принять решение, но забастовочный комитет, который избран, может поменять. Например, была забастовка в такой форме, что один на час позже они начинают работу, а потом к ним решили прибавить еще один час, на час раньше уходит. На час позже приходит, на час раньше уходит. Чтобы это сделать, нужно за 3 дня уведомить, прекратить, приостановить забастовку. Все начинают работать, все начинают работать, как прежде. 3 дня работают, за 3 дня надо уведомить, и тогда через 3 дня уже в новой форме проводить забастовку. А в новой форме уже такой, что уже 2 часа они не работают. Можно еще потом прибавить к обеду. Хотите до обеда, хотите после обеда. Как вы хотите, погулять на свежем воздухе перед едой? Или после еды отдохнуть, прежде чем приняться за тяжелый труд? Ну вот, так сказать, закон позволяет это делать. Поэтому вот таким тупым образом, как некоторые делают, взяли и прекратили работу, и все. Совсем не обязательно делать. Потому что бывают забастовки длительные, месяцами идут. А месяцами надо, чтобы у вас зарплата снизилась, но не сильно, чтобы она не ударила очень сильно по бюджету семьи. Вот таким образом. Если это ввести в работу. Более того, во время забастовки каждая сторона обязана участвовать в примирительных процедурах. Если, скажем, я вас приглашаю со мной обезетовать от имени рабосодательства, а вы не соглашаетесь, вы нарушили. А если вы меня приглашаете, я говорю, я не буду с вами разговаривать, вы такие-раз-такие. Ах, так? Я нарушил. То есть, во время забастовки стороны обязаны совершать примирительные процедуры. Ну, вот о том, что делать еще во время забастовки, я думаю, что мы уже поговорим теперь в следующий раз. И у нас, наверное, товарищи еще будут, которые выступят, как я понимаю. Мужеская часть. Спасибо за внимание. Спасибо за выступление. Очень было интересно слушать. Я думаю, вам самим было это приятно, так сказать, это полезная вещь. То есть, мы имеем дело не с каким-то абстрактным коллективным договором, а с конкретным. Это познакомиться с жизнью хорошего, большого, действующего и современного. Там все на высоком уровне техники, на высочайшем делается. То есть, современная, высокомеханизированная, высокотехнологичная, и производство. И докеры обычно два, а то и три образования. Очень-очень квалифицированный состав. Толковый, умный, ну и такой труд очень ответственный, который делает человека ответственным. То есть, люди, которые участвуют, они очень, так сказать, дисциплинированные, слово держат, организованные, просто приятно с ними иметь дело. И с вами тоже приятно иметь дело. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...